Волк Атаев и Реми Баньяски. Вот и Реми с Мелвином Манхофом. Ну, Реми есть Реми. Реми – это легенда. Легенда Кей Ван, чемпион мирового гран-при, двукратный чемпион. И представитель клуба Волк Хан. Волк Хан, ученик Волк Хана, Волк Атаев, дагестанский богатырь Базигит Атаев готовится встретиться с самим Реми Баньяски. Реми Баньяски – летающий джентльмен. Конечно же, Реми в Кей Ван может делать все и даже больше. Ну, а Базигит Атаев – ученик знаменитого Волк Хана. И прекрасный борец, прежде всего. Хорошо владеющий и самбо, и чемпион России по боям без правил. Занимался Ушусан, да, конечно, ему здесь будет сложновато с Баньяски. Нельзя бороться. Но посмотрим, как... Как Атаев построит этот бой против самого Баньяски. В красных трусах Волк Атаев. Ну, и в черных с золотом Реми. Вот так. Необычно для Реми. Неожиданно. Атаев очень здорово справа спиннинг-кик ударил едва, едва не зацепил Реми. Абаньяски чемпион мира в супертяжелом весе по версии WPK-A. И взял гран-при в Лас-Вегасе. А вот и удары Атаева доходят до цели. По животу он бьет. И Баньяски, я думаю, будет поаккуратней. На равных Атаев. С печени на голову очень толково работает Базигит. Не торопится Баньяски. Он умеет выжидать. Я знаю, многие не раз видели, как Баньяски спокойно, так размеренно вел поединок. А потом в нужный момент взрывался. Ух, какая тлиннющая у него нога. Просто телескопическая. Вроде бы ушел. Уже далеко ушел. Российский боец. И вот он, Волк Атаев. Мог по затылку попасть, но многоопытный Реми немножко сложился и убрал голову. Видно, что Реми исключительно рефлекторно убрал голову. Реми Баньяски. Победитель Франциско Филлио. Зерила Абиди, Боба Сапа, Майкла Макдональда, Аки Бона, Франсуа Бота, Эрнеста Хуста. Всех побеждал Реми Баньяски. А сейчас встретился с российским бойцом. Мне очень интересно, чем закончится этот поединок. Сейчас Реми по печени возвращает должок Атаеву. Реми просыпается. Первый раунд он дал Атаеву поработать. Присматривался. С коленом. Ох, как колено у Реми. Неожиданно. Оказывается, возле самого подбородка Атаева. Да, Волку нужно быть поаккуратнее, повнимательнее. Потому что Баньяски любит ставить капканы. Удары Атаева увесистые. Они хорошо слышны в зале. Но Баньяски как-то не реагирует. Этот бой тоже в разряде суперфайт. Вот сейчас немножко сковал действия Атаева Реми Баньяски. Волк выходит из логова, из своего угла. Одиночный снизу и на подшагивание одиночный сбоку. Баньяски. 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 Ну, причем вот великолепно он здесь адаптировался в Кей-1. Очень здорово умеет принимать удары. Услышал предварительный сигнал Атаев. И принял за окончание раунда. Бой с самим Реми Баньяски. Это большая честь для любого боксера. Для любого бойца. Ну, а для Базигита Атаева еще и испытания. Колено Баньяски меня настораживает. Несколько раз. Довольно близко от подбородка было колено Реми Баньяски. И забит Самедов. Старается ободрить Атаева. Волк Атаев. Реми несколько раз очень тяжело ударил в ногу. Очень точно. И видно, что сейчас еще больше прибавил Реми. И коленом попадает. Вот оно, летающие колено Реми Баньяски. Пропустил тяжелейший удар Волк Атаев. И не смог подняться после этого пропущенного удара. Ну, все в порядке с Базигитом. Слава Богу, но два раунда довольно опасно. Он угрожал Реми Баньяски. Почти на равных с ним работал. Но голландец это уникум. Это следует признать. Да, это если автомобильным языком говорить, то в этом гараже Реми Баньяски как минимум Феррари. Вот это колено и решило исход поединка. Команда Баньяски, так называется клуб, где сейчас Реми работает. Тим Баньяски принимает спортсменов на сборы. И в хорошей форме он находится. Обратите внимание на этого бойца. 32 года Реми. Но он в самом расцвете своих бойцовских лет находится. Спасибо этой великолепной и большой, огромной аудитории. И признается в любви Тайваню. Фото на память. Перчатку попал, но разбил защиту. Вы представляете, какой силой этот удар, если такой атлет, такой богатырь, как Волк Атаев, рухнул после этого удара. Не успел уйти Базигит Атаев от этого разящего колена, хотя знал, все знают, что Реми вот так умеет в лед бить любую самую опасную добычу. Действительно он охотник. И сегодня Волк не смог противостоять легендарному Реми Баньяски. От раунда к раунду Реми прибавлял темп, взвинчивал его и при этом бодро свинял. До новых встреч. Продолжение следует...